Итак, компания BI-Consult занимается с 2009 года проектами по внедрению BI-инструментов и построению ДВХ-хранилищ. Мы первые подписали официальный партнерский контракт с компанией FanRuan в России и в настоящий момент являемся платиновым партнером этого вендора Российской Федерации. С 2009 года у нас больше 300 успешных внедрений в различных отраслях промышленности, банки, страховые компании, промышленные предприятия, дистрибьюторы, логистические компании, фармах и многие-многие другие. У нас большое количество сертифицированных разработчиков, поэтому мы готовы не только рассказывать и показывать вам продукт по NBI, но и также выполнять проекты по этим продуктам. Также не забывайте про наш собственный учебный центр, в котором у нас есть программы, в том числе и по FineBI. Это курсы по разработке, курс по продвинутой разработке и курс по администрированию сервера FineBI. Соответственно, FineBI, кратко напоминаю, FanRuan представляет на российском рынке два продукта FineBI и FineReport. В данном курсе мы рассматриваем FineBI версию 6.0. Это новая свежая версия от компании FanRuan. Да что ж такое, столько угроз. Важное замечание конкретно данного вебинара. Мы ищем таланты. Если вы чувствуете в себе силы в разработке, то приглашаем к нам в компанию. Вот вы видите email info.sobaka.bioconsult.ru. Соответственно, присылайте свои резюме. У нас несколько направлений поиска специалистов. То есть это разработчики BI-систем. Да, мы по-прежнему работаем с системой CryptoBlock Power BI. И, соответственно, в эту сферу набираем специалистов. Поскольку у некоторых наших клиентов остались эти лицензии, они развивают эти проекты. Естественно, мы набираем специалистов для работы в FineBI. И, естественно, есть проекты на отечественных BI-системах. Их очень много, но мы работаем с ключевыми. Вот поэтому, если чувствуете в себе силы и желания, не стесняйтесь, пишите, обращайтесь. Дальше будем с вами общаться. Где не хватает знаний, поможем, обучим, сертифицируем. И, соответственно, позовем вас в боевые проекты. Также у нас есть проекты по ДВХ. Там очень широкий стэк. В общем, пишите, рассказывайте о себе. Будем рады познакомиться. Ну и руководители проектов также приглашаем на работу. Обещаем, скучно не будет. С прошлого раза поступило уже много, кстати, заявок в наш учебный центр. Не забывайте промокод слова «Осень». Присылайте свои заявки на скидку 20% по данной инициативе. То есть любые курсы по FineBI. Еще раз повторюсь, разработчик, продвинутые разработчики и админ FineBI. Там, соответственно, будет у вас скидка 20% по промокоду «Осень». Вкратце, наверное, все. Передаю слово Наташе. Спасибо, Сергей. Какая у нас на сегодня тема заявлена? У нас сегодня заявлена тема по чартам. Я не буду изобретать велосипед. Использую тот дашборд, который предоставил вендор, для того чтобы продемонстрировать чарты и всякие нюансы работы с ними. Самые простые – это чарты барчары, точнее, колоннчатые визуализации. В FineBI можно сделать большое количество вариантов, в частности, обычные барчары, стекбарчары. Для того чтобы перейти с одного на другой, достаточно просто выставить галочку «Включить стекинг». То есть у нас вот включаем-выключаем и меняется визуализация. FineBI, в принципе, в этом плане мне очень нравится, потому что очень легкий переход от одного к другому чартам. Водопад также у нас уже есть встроенный, но на самом деле его можно сделать и с кастом чарта. То есть здесь особенность просто в том, чтобы уровни баров были правильно выстроены и значения. Иногда необходимо подготовить данные перед тем, как выстроить. Но сам визуал есть, и работать с ним очень просто. Мультисерия колоннчат. То есть вы можете легко выстроить несколько измерений, и по каждому из них будет выполнено разделение. И выстроить барчары. То есть управлять цветом, но я на первом встрече об этом показывала, выставлять вручную те оттенки, которые вам нужны. FineBI позволяет разделять оси по горизонтали. То есть у нас Sales и Profit выстроены можно в разных осях. Если вы хотите их соединить, достаточно просто. И убрать разделение. И у вас появляется мультисерия, как было в первом примере. Мы разделяем ось и получаем мультисерия разделения осей. Здесь тоже самое с Tect. Это самые такие простые чарты, которые уже есть, и которыми все будут получено пользоваться. Парчар – это на самом деле тот же колоннчатые чарты, которые только в горизонтальном виде. Как вы помните, я рассказывала, что если вам нужно изменить ось, достаточно нажать одну кнопку, и у вас появятся… оси будут подменены. Здесь тоже все очень просто. Искал из коробочки. Выбираете, просто ось поворачиваете и используете. Нет никаких особых секретов. FineBI также подсказки выдает и описание, какие измерения, сколько измерений, сколько индикаторов нужно для того, чтобы минимум… минимум нужно для того, чтобы построить соответствующий тип чарта. Также здесь аналогично можно и для барчаров разделить ось. Для этого здесь несколько мер выстроены, и каждый из них отдельно. Мы можем их соединить, получим тогда мультисерии. В принципе, все очень понятно, интуитивно и легко объясняется. Аналогично с Tect. То же самое, это горизонтально, просто выставлено с Tect. Контраст – это уже предустановлено. То есть здесь достаточно просто указать два измерения разных, две меры по одному измерению, и у вас появится контраст колумб-чарт. По описанию, в принципе, понятно, что есть что. Также в документации есть описание всех чартов. Я потом скину вам ссылки, которые позволят вам найти описание всех чартов в каком-нибудь разделе документации. Это все указано. Комбо-чарты – это либо они называются также кастом-чарт, это соединение различных типов чартов в одной визуализации. Делать это очень просто. У нас есть отдельно кастом-чарт. Каждую измерение, каждую меру вы кладете отдельно и выбираете для нее соответствующий тип чарта. И можно легко поменять и управлять каждым чартом по отдельности. Каждым типом чарта мы можем, допустим, здесь выставить и соответствующие управлять либо общим, то есть либо раздельно, либо указывая в «all» как будет именно все чарты управлять. Здесь тоже есть определенная гибкость, как вам удобнее, либо быстрее для всех указать сразу же какой-то там размер, либо выставить, управлять раздельно каждый чарт отдельно. В примерах есть представлены различные варианты, то есть комбинации. Разумеется, нужно понимать, какие из комбинаций можно одновременно, какие нет. Давайте посмотрим вообще, в принципе, какие есть варианты. У нас колончатые точки, хитмэп, линия, ариарь, блоки, пайчарт, текст, карта, это не «водопад», это сейчас вспомню, даже «борд», «боксчарт», «боронка», «боронка», да, точно. И «флоу», это «санки» по сути. То есть уже во встроенных вот в этих кастом-чартах большой список, вы можете их совмещать. Разумеется, два – это просто пример, никто вам не мешает сделать их еще больше и какими-то другими, то есть не ограничивайте, можно здесь сколько угодно добавлять. Опять-таки, вы можете также настройки осей указывать левую, правую ось и перенаправлять, перенаправлять, если значения какие-то разные уровни, чтобы они не сливались и не превращались в ноль, как вот здесь. Паретта реализована также с помощью, можно реализовать с помощью совмещения нескольких типов чартов. У нас столбчатая диаграмма, линейная и тренд-линии, которые позволяют определить уровни пропорта. Тренд-линии показывает нам части наших графиков, разделяет наши графики на логические блоки. Вернемся в общем. опять-таки, мы можем менять расположение осей. Здесь горизонталь, вертикаль, где измерения, где меры, вам вы решаете сами, где вам, как с точки зрения ваших задач и удобства. Здесь также совмещена стект. Для того, чтобы получить такие линии, достаточно просто выставить маленький размер. Вы можете сделать тот вид, который вам необходим, используя стандартные настройки чартов. Совмещение колонн и эреа. Здесь это тоже очень все просто. Два измерения, две меры, каждый из них свой тип. Таблица FindBi в стандартном предлагает три вида таблицы. Это группированные таблицы, список, это детализированные и cross-table. В принципе, все достаточно просто. То есть, у нас измерения, индикаторы. Также вы можете включить бар settings, либо отключить его датабар, либо выставлять цвет шрифта цифр, либо цвет бэкграунда можно выставить, настраиваться это в color. Поэтому, в принципе, таблички тоже уже имеют много возможностей. Детализированная таблица, это просто измерение. Здесь вы можете особенность в том, что здесь не обязательно порядок должен соответствовать, что слева сначала измерение, потом мера. Здесь вы сами определяете, в какой последовательности у вас идут поля. То есть, детализированная не разделяет. Единственный минус, что здесь невозможно результирующие фильтры ставить, фильтрация на уровне визуализации не получится добавлять. то есть, в этой табличке есть ряд ограничений. CrossTable это классическая табличка. У нас есть dimension по строкам и dimension по колонкам. И также индикаторы. Все, как и в других табличках, управление Total Total Row указываем сверху снизу. Как называется у нас будет называться подпись будет и каким образом у нас будет выполнено суммирование в Total либо сумма, либо максимум, либо минимум, либо вообще скрыть этот Total, чтобы по каким-то полям нам не выводились Total. в принципе это все понятно и логично. Pie Chart тоже у нас несколько вариантов. Классический Pie Chart позволяет нам определить условия по размеру блока, его цвету и легенды, которые тоже позволяют управлять видимостью того, что у нас отображается. Есть возможность настроить ринг, то есть вот эту внутреннюю часть залить белым и у нас получается именно такой бублик классический. Можно несколько измерений указать и получается тогда у нас мультилейер бублик, каждая часть, каждый уровень будет свое измерение, что тоже может вам быть полезно. Есть также Rose визуализация здесь угол одинаковый, а радиус зависит от суммы здесь продаж. Таким образом вы сразу видите, кто больше вложил, кто меньше. Линейные диаграммы тоже достаточно большой выбор, так же, как и с барчарами, у нас есть возможность разделять по осям. Две оси Y может быть Profit и Sales разделять оси. В линейных главное, что мы можем основное сделать, это либо тип линии, настраивалась это вот здесь, у нас стиль либо прямые, либо склаженные, либо вертикальные. Также мы можем указать, будет прямая линия либо штрихованная линия и добавить маркеры в точек. И что делать, если у нас нет значений. Все эти свойства есть встроенные уже в самом чарте. А так, в принципе, все как и везде. Общий подход, он един по всем визуалам. Area чарт аналогично. Здесь мы классически в ряд несколько значений, каждый из них заполняет свою часть визуализации. В принципе, описания достаточно, здесь особо ничего такого интересного нет. У карт 5. BI представляет несколько типов карт. Самые основные это Area мэп и карта точек. Их нельзя совмещать. Вот такое ограничение. Нельзя сделать area и на них нести точки. Либо вы выбираете тип area, либо тип точки. А дальше остальное это уже расширение существующих карт, но также есть flow map, который позволяет, включив анимацию, позволяет создать вот этот эффект движущегося потока. Здесь достаточно просто special display flashing animation. Тут 8 секунд настроено и есть движение от точки A в точке B добавить вашему визуалу анимацию. В принципе, наверное, ну, hit map это уже классический вариант карты. Одна из тип карты визуализации с картой. Здесь определяется условия, по которым определяется термал, а все остальное стандартно горизонтально вертикально. Это показатели, которые связаны географические роли, которые связаны с координатами карты. Скатер плот тоже это достаточно стандартный чарт. Особенность в том, что используя картон-линию можно сделать диаграмму квадрат и распределить значения в соответствующие квадранты. Классический скатер-плот, который между двумя мерами и трендовая линия выстроить. Тренды тоже можно строить по разным правилам математическим. Давайте посмотрим. линейная форму логарифмическая или полиноминальная. Давайте посмотрим. Вот у нас логарифмическая. То есть математическая вы можете тренд построить. Да, это не какие-то программирования в будущее, но основную математическую идею вы статистический подход можете реализовать. Дэшборды это набор визуальных карточек, индикаторов, которые показывают, как меняется значение. Здесь в виде спидометров, линей вертикальных, горизонтальных. В принципе, это тоже очень стандартные чарты, которые есть в коробке и их можно использовать без особого труда. Давайте посмотрим, как они реализованы. Переключать между типами достаточно просто. Можете указывать pointer value. Мы указываем здесь меру цвета в зависимости от измерения классификации. Ничего такого суперсложного здесь нет, но все уже подготовлено и ничего выдумывать не надо. Карточки тоже стандартные, очень тип визуализации. Здесь мы помещаем в поле текст меру, которая будет отражать, а также настраиваем, как оно будет отображаться. Шрифт можем указать, жирность относительно отражения относительно в поле. Также можно добавить шейп, который вам нужен. Набор шейпов небольшой, стандартный. Вручную шейпы не добавляются пока библиотеки шейпов, но вручную их не править. Так что, что есть, то и используем. Шейпы можно по условиям, в соответствии от значения у вас появится соответствующий шейп. Помимо того, что поместить значения в самого, вы можете также несколько мер добавить, и они будут отображаться внизу под основу. Шрифт также здесь задается, что вы вводите, в каком виде. В принципе, тоже очень стандартный вариант. Ничего сверхъестественного здесь нет, но все достаточно для того, чтобы вы смогли отопросить ваши, решить ваши задачи. Теперь посмотрим более интересные чарты, которые тоже есть уже в Файнбио из коробки, санки или диаграмма потока. мы здесь отображаем старт и энд и размер, а также определяем, что будет цветом. Здесь у нас наименование продукта и в какой магазин этот продукт попадает. То есть, мы можем увидеть, куда продукт, в какие магазины попадает. Применимость этого, наверное, более редкий вариант, но я уверена, кто-нибудь найдет именно то решение, и ту задачу, для которой это будет идеальный вариант. В Boxplot тоже недавно добавлена новая визуализация, это из статистического анализа. Здесь мы указываем, здесь есть максимальная, верхний квартель, медиана и нижний квартель. Как видите, здесь он реализован, то есть, с точки зрения пользователя очень просто. добавляем измерения, меру и распределяем вот здесь в Fine Grains мы добавляем измерения, по которым будут распределяться вот эти значения усов. Color Table позволяет нам, если обычная таблица не позволяет нам сделать этот градиент, то Color Table как раз создан для того, чтобы делать градиент. Здесь вы можете плавно указать переходы цвета от нужного вам выбранное значение, либо застроить вручную тот градиент, который вам нужен, и получить плавный переход и отобразить значение с учетом значения. PreMap тоже очень классический уже чарт, который часто достаточно используется. Здесь тоже можно разделять для нескольких измерений, делить и отображать. чтобы было удобнее, посмотрим еще. Значения вынесем. То есть все свойства стандартные графические здесь представлены, что отображать, как. В принципе, это вам точно будет хорошо знакомо, если вы хоть когда-то строили какие-то чарты. Цель сегодняшней встречи продемонстрировать в принципе набор чартов, которые есть уже из коробки. И если у вас есть вопросы по тому, как их делать, мы это обсудим. Ректанглблок на самом деле универсальный тип чарта, с помощью которого можно очень много всего реализовать, не только то, что здесь представлено. Это достаточно гибкий механизм, в том числе можно и различные кнопки делать с помощью ректанглблок. эмулировать кнопочки и за счет линкеджа реализовывать управление. Здесь также управление цвет, градиент выстроен в зависимости от значения, лейбл, сайз, то есть свойства чартов, они общие, то, что я показывала на первой встрече. Здесь аналогично все эти чарты в основном эти свойства имеют. термалзон мэп тоже стандартная. Здесь мы указываем цвет, с чего он будет зависеть у нас. Также можно настроить градиент, нужный вам. И размер также определяется. Вы можете его настроить, чтобы было лучше уже видно. В принципе, ничего сверхъестественного. Word Cloud тоже обычный стандартный чарт, который мы часто используем, когда нам нужно увидеть значения, которые в принципе есть, и можно их использовать в качестве фильтра, благодаря линкеджам выбирать значения и отфильтровывать в других чартерах именно текстовые значения, которые нам нужны. Bubble чарт тоже входит в коробку, ничего изобретать не надо. Здесь у нас одно измерение и два индикатора, размер и цвет определяются разными мерами. И можно увидеть, что у нас наибольший вклад, какой делает провинция, делает наибольший вклад по размеру и по цвету. Мы сразу же видим это. воронка тоже стандартная. В некоторых BI, насколько мне известно, она не входит в стандартный пакет. Здесь уже она реализована. Здесь главное подготовить соответствующие данные, чтобы они соответствовали тем полям, которые требуются для построения. Здесь одно измерение и один индикатор. Sparkline отличается тем, что здесь вместо значения у нас shape. Также shape можно выбирать, указывать тот, который необходим. И цвет здесь опять-таки градиент можно выбрать и вы увидите. Если мы подставим shape, то здесь можно определить, какой из них соответствует какому значению и через shape определяется группа. radar chart тоже стандартный chart, позволяющий сравнивать несколько значений по одним и тем же параметрам. В принципе, это стандартные чарты, которые есть. Сегодня я хотела показать в основном это. Также могу сказать, что используя различные комбинации чартов можно сделать какие-то специфические чарты, такие как этот. Забыла название чартов. Давайте я вам покажу. У нас есть, допустим, мы можем сделать диаграмму Ганта, используя обычные блоки. То есть здесь не надо ничего придумывать. Остальное здесь мы не выводили. Ладно. То есть те стандарты, которые есть уже в Find BI, их можно комбинировать и на основании них делать специфические чарты. В частности, когортный анализ мы делали используя ретангл-блок. Пошли вопросы. Да, зачитать? Да. Так, давай сначала. Так, будет ли возможность поделиться дашбордом с воронкой? А этот дашборд стандартный на самом деле. Если у вас версия, вы ставили, файн. Я могу попробовать его выгрузить, только нужны данные соответствующие. Да, я могу выгрузить. Мне тоже кажется, что если это стандартный набор, то никакой сложности поделиться данным дашбордом не представляется. Следующий вопрос. Можно ли побороть странные сокращения типа 20 10 000? Это делается с помощью очень просто. Сейчас покажу. В барчерах я развлекалась тоже. Это настройки стандартные. Нам это не нравится. Value формат. Просто уберите quantity unit, ставьте none и выставите число. А здесь само значение вам надо будет вручную поделить на нужное вам юнит. И тогда у вас будет и 10 тысяч, и не 10 тысяч, и появятся обычные значения. Если вы здесь поставите меру или сделать индикатор соответствующий, то есть sales поделите на 10 тысяч, и вы получите в нужном unity значение. И его вывести достаточно просто на чарт и его использовать. Тогда будет без вот этих странных, но суффиксы вы можете сами дописать вручную. В поле формат. Вот здесь вы можете сами тысяч дописать, и будет тогда у вас тысяч. Вот он показывает. Вот у вас тысяча. Но предварительно подготовьте значения, но придется вручную поделить. Ага, спасибо. Да, такой не очень простой, но в принципе да, можно любые кастомизации сделать по требованию. Так, карту России из коробки можно использовать? Координаты поймет, населенные пункты поймет? Да, будет, поймет, но они будут на самом деле на английском по-моему или на китайском. На самом деле это кастом гист лея. Мы использовали API Mapbox. Давайте я здесь покажу. Map Configuration. Вот есть русская карта. Мы делали в Mapbox.com, сами настраивали и получали эту карту. Я делаю только Россию, но она немножко специфическая. Ну это тоже Mapbox приложение, Mapbox.com для создания гид-слоев. А географическую информацию это JSON, их надо тоже загружать. Если вы загружаете соответствующими, то у вас все будет тогда. Что-то он здесь загрузил. Там, наверное, был какой-то еще комментарий, вопрос. Да-да-да, но тут Владимир нам помогает, отвечает на вопросы. Большое спасибо, Владимир. А можно голосом тогда, чтобы я слышала тоже? Ну, отвечал на вопрос, будет ли возможность поделиться дашбордом. Вот он говорит, что да, он доступен, например, на демостенде и дал ссылку на демостенд файмбай. Спасибо, Владимир. Так, опять же, Владимир отвечает на карту из коробки, да, тоже он дает ссылку с нашего сайта Data Finder. Ну, собственно, что-то сегодня мало вопросов, но тема довольно простая, согласен. Сегодня такой достаточно простой вариант. Может быть, просто у кого-то есть какие-то вопросы по этим чартам. Я сильно, серьезно не готовилась, честно говоря. Просто это был обзор. Я надеюсь, может, у вас есть какие-то вопросы, и мы на них что-нибудь и новенькое посмотрим. Есть еще вопрос, но он скорее тоже к темам будущих. Хорошо, давайте будущие темы, раз у нас не так получилось. Просто раз уж, можно их записать, эти вопросы, и потом рассмотреть. Если я смогу ответить быстро, я отвечу. Тема касается KPI визуализации, это вот эта вот плашка с циферкой. Это как раз сегодняшняя тема. И там есть такой, ну, это больше к расчетам, наверное, опять же. Тут такой момент, что years on years я пытаюсь настроить, и хочется, чтобы в зависимости от того, выставлен ли на дашборд фильтр месяца или не выставлен, years of years превращался в months of months. и пока не придумал как и можно вообще. Так, year to months. Ну, на самом деле вы можете менять. У вас, может, будут не быстрые расчеты, как вот здесь, наверное, используется. Custom period, year to year, year to month. Сейчас скажу. Shape. можно попробовать с цветом поиграться, но такое сложнее. То есть у меня как раз трудность-то в том, что вот сюда-то, вот там, где вы сейчас только что были, там ведь формулу-то писать нельзя. Там можно добавить текст и сослаться на какое-то поле. Да, да, да. Вам тогда вручную надо посчитать и в зависимости от параметра считать разные индикаторы. Ну, и, соответственно, индикатором также будет и формулировка. Ёй, вот этот mom. Да, да. И здесь на самом деле Fine не любит, когда измерения помещают и от него именно текстовые помещают. Иногда ошибка падает. А если его как Dimension сохранить? Да, он как Dimension будет, но он может проверить, чтобы не было разных значений, чтобы он не разрезал их. Угу, понял. Тут надо аккуратно это делать. Надо пробовать, да. Но вообще Fine не очень хорошо воспринимает вот измерения, когда мы текстом что-то добавляем. У меня была задача разные тоже юнит рассчитать в зависимости от значений динамически и подписи поменять. И у меня не получилось, падался ошибка, когда я текст пыталась добавить. тогда еще вопрос один, раз уж коллеги молчат, я займу эфир немножко. Пожалуйста. Барчарты, соответственно, когда мы на оси X кидаем какой-то Dimension, ну, какой-то разрез, не знаю, там, например, города, либо, ну, что-то подлиннее, там, наименование каких-нибудь дипертаментов. Они не помещаются, Они не помещаются, можно ли какой-нибудь вороптекст сюда накинуть, и я не нашел, честно, даже гуглил не нашел, может, у вас на опыте какие-нибудь кастыриные вещи. Чтобы как отображать? Да, ну, барчарт у меня, правда, был не вертикальный, а горизонтальный, и там вот длинный текст, он начинает, во-первых, под 45 градусов или по 30 градусов рисоваться, и если он длинный, он не переносится по строкам у меня. Горизонтальный, а он не будет вручную переноситься, да. Вот этот пример, да, вот когда у нас много-много, и вот здесь он не переносится. По-моему, они так и не сделали эту настройку, мы на проектах высчитывали ширину и на уровне данных переносили, это чтобы не, ну, он либо многоточие делает, прячет часть текста, то есть надо вымерять. А вы какой-то чарт 13 туда записывали вручную? Я потому что записывал вот этот вот слэш N, ну, вводил его как чарт 13, через функцию чарт, или он писал это как слэш N и не воспринимал как разрушение? мы это делали только на уровне SQL, когда мы запрос данные получали, мы именно вот в этот момент переносили. Вот это я не пробовал. И тогда, получается, сами данные записываются. И еще такой вопрос, может быть, вы знаете, есть, наверное, какой-то портал, куда можно в фанруан написать типа какую-нибудь бренч-ветку и сказать, что вот, пожалуйста, завезите такой функционал. Куда-то хотелки свои можно загружать? Сергей, у нас есть такой вариант? А пишите, не, на самом деле, в наш телеграм-канал пишите, мы, соответственно, все эти просьбы и комментарии, да, в оперативный режим передаем вендору, и они оперативно, но они там, конечно, по своей логике действуют, то есть, ну, это не значит, что мы написали, и в ближайшие релизы это войдет, но если они посчитают это важным, да, они очень оперативно исправляют. Вот хотелось бы как раз-таки какой-нибудь портал, на котором можно увидеть, типа, roadmap, что, какой функционал в следующем релизе они планируют завести? Слушайте, ну, он довольно крупными мазками этот функционал, то есть, там вот кластеры там перерабатывают, они полностью движок, улучшается производительность, а вот так сказать, что вот они поправят там написание, в основном, в барчарте, можно уточнить, на самом деле, нет, часть мы знаем, мелко они не пишут в roadmap, конечно. Мы просто часть уточняем прямо, когда там у нас много что-то спрашивают, и мы уточняем, допустим, я знаю, что в 14 версии, которая выйдет в конце месяца, исправит введение русских имен при заведении пользователя, они эту ошибку привнесли, начиная с какой-то 11 версии, кажется, и еще какую-то ошибку исправит, которую часто многие спрашивают, так что они тоже исправляют, но вот какие-то нюансы, да, надо написать им про перенос вот в измерениях, когда у нас очень много значений, когда они длинные очень. Да, да, сделаем. Спасибо, я пока ничего больше придумать не могу. Спасибо. Владимир, спасибо тоже за ссылку. Так, коллеги, давайте еще там буквально пару минуток, если есть какие-то вопросы, задавайте. Со своей стороны напоминаю еще раз, что у нас действует набор кандидатов для работы в нашей компании по направлению разработчик, BI, то есть вы, если у вас есть опыт работы ClickTable, Power BI, Find BI или отечественные системы, либо вы хотите развиваться в этом направлении, ну то есть это буквально там начальные какие-то стадии у вас познания в этой области, отправляйте свое резюме, телеграфируйте о своем желании на электронную почту info собака biconsult.ru и не забывайте про обучение, промокод осень дает скидку 20% на все курсы по Find BI. Ну что ж, вопросов больше не вижу. Да, Наташ, ты что-то еще хотел добавить? Да нет, я поняла, что да, действительно он никак не позволяет, то есть это ошибка у нас осталась. Да, да, да. Ну вот можно 0 выставить явно, Custom, Text Direction, и оно будет, сейчас посмотрим, Adaptive Display, ну да, и вот в случае, если Adaptive Display, то он просто многоточие ставит и не переносит. Мы передадим этот вопрос вендору, точнее, планируют ли они исправить это. Спасибо. Все вроде бы показало, стандартные чарты, то есть все есть, если что-то у вас возникают вопросы, пишите в нашем чате Find BI in Russia, и мы будем уже разбирать, подсказывать, как что сделать, либо ваши какие-то пользовательские чарты, многое можно сделать, кастомно, либо там, костылями, но если у вас есть вопросы, пишите, подскажем. А так, в принципе, основной набор чартов присутствует, и можно их использовать. Да, прямо скажем, большой набор чартов, если там смотреть на некоторые, на многие российские системы, то набор очень внушительный. Мне больше всего нравится, насколько легко они можно переходить от одного к другому, если ты выбрал, не надо переделывать заново, если вдруг хочется другое. Мне очень это нравится, файне, что очень быстро переключение и смена чарта. Да, 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 ну, так же в клике, я помню, было, ну, и, наверное, до сих пор есть. Хорошо, сегодня все. Да, тогда на сегодня все, да, Наташа, тебе спасибо, за интересный рассказ. Всем спасибо, кто пришел. Да, и тогда до пятницы в то же время по той же ссылке ждем вас. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok